здравствуйте друзья с вами ирина и вы в эстонии сейчас вот у меня в этом году наросло очень много хрена по всему участку таких молоденьких кустиков и я его сейчас выкапываю и буду делать хреновину ну вот так как я выкапываю молоденькие эти кустики вот такие тоненькие хреновинки конечно чистить его очень как-то не интересно вообще не интересно здесь потолще молоте его будут на улице потому что я этот запах вообще не переношу вот так выглядит подготовленная продукция помидоры должны быть хорошие без всяких травм потому что я делаю сырую я ничего варить не буду их стоит это сырая говорят даже и два года в холодильнике но у меня никогда так не стояла в общем вот вот они стручочки худенькие и немножко чеснока я не кладу много чеснока чуть-чуть короче для сырой хреновины все должно быть в кондиции хорошее такое все крепенькое это если вы варить будете помидоры то можно всякие обрезанные там уже с краешку подпорченные мягкие а для сырой надо все крепенькое в общем перемолола я хрен рыдаю уже не на шутку он конечно настолько ядреный прямо и сейчас буду перемалывать вот все помидоры чем больше томатов тем он слабее будет на вкус в общем пожелайте мне удачи я положила полторы ложки соли ну здесь наверное 2 литра но я вам скажу что я еще положу помидор я попробовала еле отдышалась потом раскладываем по банкам чистым соответственно закрываем пластиковыми крышками и в холодильник вот такая вкуснотища у нас получилось здесь у меня получилось где-то три с половиной литра рецепт более точно я напишу внизу и что хочу сказать молодым неопытным что хрен это очень серьезная вещь никогда не пробуйте и и его без помидор вот на 3 хочется попробовать ни в коем случае вы можете задохнуться и обжечь себе всю глотку чем больше помидор тем он будет слабее плюс еще делают с яблоками но с яблоками варят помимо соли еще кладут сахар немного одну-две ложечки и еще кладут подсолнечное масло чтобы тоже было слабее и вот с сахаром из подсолнечным маслом тоже сырую я в одну банку положу две столовые ложки прямо сверху очень аккуратно пробуйте ваше изобретение а вообще наверное даже проще покрутить помидоры и отдельная хрен накрутить и уже ложкой в помидоры добавлять хрен потому что у нас вкусы разные у всех и можно делать без чеснока вообще кому не нужен чеснок чтобы запаха не было только хрен помидоры и соль и это прекрасно стоит и это очень полезно и мы наедимся хреновины и нам не будут страшны все предсказания наших правительств мы выживем всем пока